Дорогие, сегодня я вам покажу необычный дом в самом шикарном районе Гринвилла. И помочь мне с этой съемкой согласился Михаил. Таня, большое тебе спасибо, что пригласила. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, действительно, дом шикарный. Я бы его еще назвал усадьба или церковь. То есть... Почему бы нет? Да. В общем, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Дорогие, я так рада, что я оказалась в таком районе, где построили дома лично в моем вкусе. На самом деле, мне нравится этот дом, потому что он имеет вот такой вид с большой порч, квадратной. Вы знаете, что это мой любимый вкус. И сейчас я хотела бы приступить именно к номерам. Построен этот дом был в 2005 году. Имеет он 5400 скверфит. Просто уявите, какая это большая-большая махина. Этот дом нам предлагает 5 спален, не считая других комнат, а также 4,5 ванны. Участок у нас 1 акр.19. Это замечательная площадь, специально в таком дорогом районе. Скажи, пожалуйста, сколько же вот эта красота стоит? Вы знаете, я удивилась. Не потому что дом смотрится как школа, не потому что он был построен в 2005 году, а потому что на самом деле скверфит 5400, и он находится в одном из шикарных районах, которых только мог бы мечтать или позволить каждый человек. Этот райончик называется Five Forks, поэтому цена, мне кажется, здесь занижена. Всего-навсего 1 миллион 370. Но поделите, пожалуйста, участок, поделите скверфиты на цену, и вы... Цену на скверфиты вы увидите, что дом всего-навсего стоит где-то 200 долларов за скверфит. Такой чудесный дом с самыми шикарными материалами, которые вы увидите внутри. Качество здесь гарантированно, также соседи шикарные, и ваши дети будут ходить в самые лучшие школы. На самом деле это точка, где, может быть, вы даже никогда еще и не видели таких домов, потому что наши люди все-таки, ну, ищут, скажем так, бюджетные домики. Мы все-таки иммигранты, недавно приехали. Может быть, с работой не так, но мы стремимся. Так что, ребята, не печальтесь. 24-й год, может быть, принесет и вам удачу. Так что давайте будем играть вместе в лотереи, да? Да, да, да. И желаем всем зрителям, чтобы была возможность купить такой или похожий дом. Знаешь еще что? Налог какой на такой дом? Не переживайте. Где-то, я думаю, налог будет 8 тысяч долларов. Я считаю, за такой красивый, роскошный дом это... Ну, копейки. Согласитесь со мной, что есть люди, которые зарабатывают 30 тысяч в месяц, для них 8 тысяч за год это вообще мало. Но если мы говорим о Нью-Йорке, Нью-Джерси или других штатах, вы знаете, что вот именно платить за такую недвижимость было бы в три раза больше. Ну, и мы приступаем к обзору, друзья. Я вам сейчас показываю это шикарное соседство дома, которое мы покажем. Вы только посмотрите, какое классное расстояние до домов и между домами. Мой любимый дом. Я очень люблю квадратные дома. Так что я так рада, что наконец-то я заехала в эту уличку. И, дорогие, пожалуйста, смотрите это видео до конца. Вам понравится. Находимся мы в одном из самых лучших районов Южной Каролины. И сейчас вот вы видите, вот здесь дорога, все, конечно, подстрижено, красиво ухожено. И сейчас вот дом, который мы будем вам показывать, в него можно заехать с двух сторон. Правильно. Мы можем заехать, выехать, а также запарковаться возле гаража совсем с другой стороны. А гараж здесь находится с боковой части. Да, и здесь есть место на три машины. Так что это чудесный выбор для большой семьи. На самом деле, если вам нравятся такие дома, я показывала очень много домов за миллион. И даже за миллион триста. Но это один из моих любимых. Еще знаешь, помимо того, что гараж на три машины, здесь еще полно места, чтобы друзья могли спокойно припарковаться и родственники. Я согласна. Слушай, а материал дома, облицовка, как я понимаю, фасадная часть выложена из кирпича. Это правда и полностью не только снаружи, именно с переднего фасада, а также вокруг. Кирпич – это не дешевый материал, а также и работа. На самом деле, может быть, вам кажется, что цвет застарелый, но нет. Это один из популярных цветов Южной Каролины. Как вы видели, я также выбрала чуть-чуть красноватый цвет для своего дома. И, конечно, я хотела вам чуть-чуть рассказать, показать, как здесь чудесно. На самом деле, здесь такая большая порча. Она не только длинная, но она еще и широкая. И очень интересное такое дизайнское решение. А это дверь в гараж. Обычно мы ставим окна, правильно? Вы видели всегда окна. Я говорю, как классно, когда есть окна, смотрится эта часть, как будто настоящий дом. На самом деле, посмотрите, французские двери с таким маленьким балкончиком. Как же это приятно смотреть на эти дизайны. Мне также нравится это окошко вверху. И я думаю, что оно, наверное, принадлежит или одной из комнат, или, может быть, ванной комнаты. Ну, мы попозже вам покажем. И знаешь, что я хочу сказать? Почему я вначале сказал, что дом похож на церковь? Потому что вот этот гараж, вот видишь, он как раз напоминает какую-то часовню. Сто процентов согласна. Так что здесь можно открыть свою церковь, поселить свою семью, открыть свою школу, если вы хотите своих детей им научить сами. Но не забудьте, что у нас здесь также крутые школы. Мне очень-очень нравятся три гаражных дверки, которые стоят отдельно, а также крыша над ними. Посмотрите, она сделана именно с металла, а это вам будет служить вечно. Уважаемые зрители, давайте подойдем под этой прекрасной дорожкой, которая выложена из камней, именно к крыльцу. Пожалуйста, обратите внимание на все кусты, на то, что дом, во-первых, он на поднятой фаундейшн. Мне также это очень нравится, потому что это и легче за домом смотреть, а также это ценится намного лучше в Южной Каролине. Выложены кирпичом ступеньки. Они, как вы видите, еще стоят. С пятого года ничего с ними не случилось. И не случится. Не случится, согласна. Также вот эти столбы, которые, я как говорила раньше, должны стоять на улице. Я не против таких столбов, но на улице. Не знаю, или мы их увидим внутри, но даже если мы их увидим, это не конец света. Мне очень нравится это качество. А здесь... Согласен с тобой, извини, немного перебью. Вот эти колонны, они как раз дают вот эту торжественность, дороговизну этому дому. Смотрится очень круто. На самом деле я побывала сейчас и как бы побываю в настоящей Америке. Вот так Америка должна была всегда смотреться и в кинох, и в реальности. Но бывают разные сложные финансовые ситуации, бывают бюджетные домики для разных семей. Мне нравится, что в Америке есть такая политика принимать людей из других стран. И вы знаете, и такая мечта даже будет возможна, если мы будем работать, не сдаваться. Так что предлагаю вам посмотреть ближе кирпич. Опять же, эти французские двери, хорошее крыльцо. Во-первых, оно так высокие потолки, мне очень нравится, ничего не давит. И главное, что именно я, может быть, иногда переживала за такие расстояния вот в доме с крышей, потому что оно может быть забирать свет в доме внутри. Но на самом деле здесь мы заходили, но здесь я уже зашла, посмотрела. Сначала перед этим было все прекрасно. И еще я хочу, знаешь, обратить внимание, что здесь не только вот эта дверь входная, но еще вот эти двери стеклянные тоже придают такой дорогой вид этому дому. И они тоже открываются. И здесь можно, знаешь, балы устраивать, все двери распахнуть. Настоящая Америка. На самом деле я, уважаемые зрители, удивлена ценой, потому что, ну не буду вникать и в детали рассказывать, что я сейчас думаю о цене, но она занижена. Потому что, вы только посмотрите, полностью участок перегорожен. Как я говорила, каждое дерево стоит большие деньги. Если бы нам сейчас сделать вот то, что вы видите здесь, именно с фазанды, это вам станет где-то в 100 тысяч долларов. Так что здесь мы уже их экономим. Да, и еще хочу обратить внимание, что и у этого дома, я вам только что показал, где Татьяна стояла, расстояние между домов отличное. И в целом крыльцо просто огромнейшее. И этот дом действительно предназначен для большой семьи. Если бы этот дом стоял, скажем, не в HOA комьюнити, хотя это также прекрасно, потому что у нас здесь есть теннисные кортики, у нас есть чудесный бассейн, а также и другая игра. Я знаю, что мы все любим играть иногда ракетками, ближе друг к другу. А это называется, Михаил, помоги мне, как эта игра. Теннис? Нет, теннис есть, а есть еще пикибол. Пикибол, да. Пикибол, так и называется. Окей, а на русском? На русском, по-моему, нет названия. Вот это к чему я вела, что да, хорошо, что мы живем в HOA, эти все чудесные, как сказать... Удобства. Удобства здесь есть, но если бы этот дом стоял просто на участке, без разных рестрикций, я бы точно его купила, чтобы устраивать балы. Его нужно было даже сдавать для свадеб, для день рождений, для людей, которые хотят отпраздновать ювелей. Это чудесная, чудесная такая планировка, очень торжественная. Мои любимые зрители, а вы готовы увидеть этот чудесный дом? Я нахожусь в восторге. Мне очень нравится эта зона. Во-первых, здесь далеко лестница. Если вас она раньше, скажем так, раздражала, ее здесь нету. Вы можете увидеть, как далеко она от меня. Также в этом доме, вы сами увидите, есть два выхода на трой этаж. Но мы сейчас рассматриваем именно эту зону. Потолки здесь девятка. Мне очень нравится, хотя я предпочитаю именно в этой зоне высокий потолок. Поэтому иногда лестницу нужно ставить здесь, чтобы получить их. Но это не проблема. На эту сторону, направо от меня, я вижу комнату, где мы можем, посмотрите, поставить музыкальный инструмент, как пиано или другие ваши рояли. Есть хорошая люстра, размер хороший, вид на улицу, свет прекрасный. И также балки, они здесь белого цвета. И давай расскажем про материал. На полу здесь паркетная доска. Паркетная доска, вы видите, что она очень качественная. Это одна из паркетов, который был раньше популярен. Некоторые люди даже строят сейчас дома и выбирают также и такую расцветку, и такой, скажем, размер именно этой доски. А как вам? И в противоположной стороне, вот куда Татьяна сейчас идет, точно такая же комната. Но я увидела маленькую разницу. Посмотри, люстра здесь, она опущена намного ниже, а это значит, мы ставим здесь стол для семьи. Как же мне нравится расположение таких домов. Потому что, когда идут праздники, я люблю наблюдать, когда проезжаешь, когда семья сидит вместе. И это самое чудесное время, в котором мы должны все дорожить. Так что эта комната, хороший размер, стоит в правильном месте. Я ставлю пять. И еще эта комната, я тебе добавлю, предназначена, как и с левой стороны, так и с правой стороны, для больших официальных мероприятий. Когда у вас какое-то событие, не знаю, день рождения, или годовщина свадьбы, вы приглашаете много друзей, накрываются столы, кто-то музицирует, и открываются двери. И люди могут выходить на веранду, любоваться этими красивыми видами, и получать удовольствие от праздников. Да, ты так красиво все описал, что мне прям хочется зайти и достать, скажем так, все документальные сбережения. Кто же здесь жил? Почему же они все-таки построили такой план дома? Неужели они так любили гостей и танцевать на улице? Потому что, знаешь, все-таки каждому человеку хочется сделать то в своем доме, что им нравится. Например, потихоньку скажу, я танцевать не умею. Ну, может быть, рэп иногда. Но лично стиль такой жизни мне нравится. И мы продолжаем экскурсию по этому чудесному дому. На самом деле, это не дом, а музей. Опять же, мы лестницу посмотрим чуть попозже, но вы обратите внимание на эту шикарную комнату. Это зона семейная. Что же я здесь вижу? Высокие потолки, чудесные окна. Помните, я думала, что лично именно эти шатры в этих окнах принадлежат второму этажу. Но это окна на улицу для красы. Поставили ли вы такие жалюзи? Снаружи смотрится прекрасно. Ну, именно внутри я считаю, что чуть темновато. Можно было и без этого. Двери мне так симпатизируют. Я просто люблю такие двери. Меня спрашивают, Таня, почему ты не поставила большую sliding door? Вот потому, что мне нравится английский стиль. И, конечно же, в таком большом чудесном доме, недешевом, как без камина. Камин у нас на газу, но именно материалы или, скажем так, дизайнерское решение я считаю правильным. Потому что лично эти детали никогда не уйдут из моды. Так что мне нравится эта комната. Также это интересное, чудесное решение, которое ты можешь увидеть только в ресторанах. Так что здесь люди сто процентов любили гостей и именно разные праздники. Если вы представляете, что ты думаешь? Я думаю, что там, например, если у девочки день рождения, да, она выходит, открывает. Да, слушай, Рампунцель там живет, как называется сказка диснеевская. На самом деле, это такой мини-балкончик. Он же как и декоративный, так же его можно открыть и посмотреть, что тут гости или семья делает в гостиной. Но я хочу сказать тебе, что помимо высоких потолков, еще огромным плюсом, просто невероятным, являются, да, вот эти двери. И здесь потрясающий вид на этот шикарный задний двор. Ты можешь показать, пожалуйста, так же эту сторону? Как чудесно смотрится именно этот второй этаж. Посмотри, какая прекрасная зона. Оттуда также можно рассматривать гостей, которые здесь пришли к вам. Как вы видите, сзади меня находится стена, а за стеной уже есть кухня. Как вы знаете, что этот дом не новый. Если бы он был в сегодняшней постройке, я думаю, что эту стену бы убрали и открыли эту кухню. А как вам? На самом деле, это меня не раздражает. И я бы хотела вас провести осмотр кухни. Мы можем зайти через эти двери или через эту арку. Такая чудесная арка, мне нравится. Давайте, проходите. Посмотрите на эту кастом кухню. Она не маленькая. Она, не скажу, что прям застарелая. На самом деле, она даже модная и в наше время. Гранит. Чудесные изделия из дерева. Чтобы вы понимали, что эти шкафчики – это настоящее дерево. Посмотрите, как прекрасны эти полочки. Именно с таким видом из стекла. Это всегда дороже. И мне нравится то, что именно этот, скажем так, как айленд, островок сделали. Сделали такого деревянного цвета, натурального. А здесь у нас беленькие. Я бы хотела открыть и посмотреть. Вы знаете, есть любимые твои доводчики. Чуть-чуть многовато дерева, потому что мне даже было трудно как-то найти именно это, чтобы открыть. Но опять же, это мне не разряжает. Вы знаете, что легко можно это все убрать и оставить именно сами шкафы, но поменять только дверки и ручки. Шкафы, как вы видите, высокие. Камень хорош. У нас здесь присутствует бэксплэш из плитки. Он будет вечный. Я думаю, что его даже будет трудно снять. Так что оставляем его с таким дизайнским решением. Главное, что у нас газ. Вытяжки у нас я не вижу. Хотя, скорее всего, она здесь. Смотрите, ребята, как круто. Вот так вытяжка работает. Когда мы готовим, мы ее включаем. Такой интерактив Татьяна вам устроила. Ну и в правильном месте стоит посудомоечная машинка. У нас здесь, я скажу вам, много места. Не думайте, не смотрите. Здесь не узко. Здесь очень даже отлично решили поставить эти два кабинета. и мой любимый фармерский, так скажем. Фармерская кухонная мойка. Я люблю такой. А я не знаю, потому что как же можно было ее поставить, если это уже было сделано. А также обратите внимание, вот на эти выразы это так же много денег стоит. Поэтому я все делаю дешевле и ровнее. Ну да, это все, конечно, по индивидуальному заказу и стоит соответствующе. Что ты думаешь, это? Это мини-холодильник, вторая посудомойка. О, холодильник. А, нет, это для льда. Лед. Видишь, набирать даже есть. Вау. Ну тут любили пари. Жалко, что я не знала, кто здесь раньше жил. Было бы я их другом. А что, ты любишь пати, вечеринки? Нет, я бы просто стояла и наблюдала за людьми. Мне просто нравится быть в обществе мудрых людей, но танцевать, как я сказала вам, и пить я не умею. Но, да, смотрите на эту чудесную зону. Здесь также можно поставить некоторые стульчики и приготовить, скажем так, завтрак для своих любимых людей. Печка, не скажу, что стоит в правильном месте, потому что если кто-то здесь сидит, а мы иногда же печем что-то вечерами, а не только, когда наши дети ушли в школу, поэтому я открываю. Ну, если бы был бы стул, мешал, наверное. А так, мне нравится, что микроволновка, она и печка, и микроволновка. Дальше все идет с хорошей фирмы KitchenAid. Это прекрасно. Посмотрите, на эти чудесные шкафы. Если честно, я таких еще никогда и не открывала. Почему? Для чего? Для телевизора, что ли? Может быть, там кофемашинку устанавливают. А, то есть, посмотри, оно заезжает. Это круто, точно. Есть розетка. Вот, я люблю, когда лично такие вещи, как даже кофемашинка, спрятаны. Ну, хотя их сейчас делать очень красиво, им можно выставлять вот именно на этом, на этой части кухни. Вот у нас бентри нету. В общем, бентри, я думаю, вот с этой, с левой стороны. Но я предлагаю, давай покажем еще столовую дополнительную. Это третья, наверное, столовая получается. Ну, а какая была вторая? Ну, первая была при входе. Первая справа при входе, вторая слева при входе, и это третья? Нет, именно при входе справа, где пиано, там люди ставят диваны. А, ну хорошо. Одни здесь, знаешь, сидят за столом, другие сидят за диванами. С кафе-тейбл, где ты также можешь поставить любые снеки и просто наслаждаться атмосферой. Здесь приятное место. Вы знаете, можно поставить очень широк стол. Здесь поместить 10 людей не проблема. Но если вы любите маленький стол, мы в эту сторону просто ставим какую-то тумбочку. Так что место здесь распределено правильно. Мои уважаемые зрители, закрываю я этот прекрасный кабинет и хочу вас провести дальше из кухни. Именно когда я открыла эту дверь, здесь мы увидим пэнтри. Посмотрите, интересного цвета. Раньше также было очень модно красить такой оранжевый цвет. Кстати, обратите внимание, огнетушитель. Я обычно в домах такие не вижу системы. Почему-то его здесь оставили. Дом большой, и здесь вдруг что-то загорится, есть чем тушить. Лично эта зона, я считаю, была предназначена вот. Помните, как мы раньше все платили на бумагам, отсылали письмами? Раньше не могли зайти на WW, поэтому здесь лежали разные билы. Если человек тем более работал с офиса, он также мог определить разные бумажки. Так что все здесь сделано с мудростью. Кабинеты у нас есть. Высота нормальная. Здесь дети могут делать уроки. Посмотрите, повесили здесь наши курточки, поставили обувь. Интересная такая лавочка. Ну, лично это можно и убрать, чтобы просто чувствовалось как бы более широко. Но и половина туалета. Да, здесь полноценный санузел. Санузел. Да, с вытяжкой. Вот здесь унитаз. Находится здесь, кстати, тоже паркет постеленный. Здесь раковина и зеркало. То есть такая полноценная... Кстати, это вот первый раз. Ну, хотя мы не ходили еще на другую сторону дома, поэтому это первый сам узел, который мы только увидели. Ну да. Просто интересно в том плане, что, мне кажется, наверное, правильно он сделан. Приходишь из гаража с улицы и быстро... Разделся. ...бежишь. Я думаю, что ты прав. Ну, давай посмотрим на гараж. Я хочу верить, как же смотрится эта французская дверь лично в гараже. Потому что у нас окон здесь нету. Чудесно. Нравится и ширина, и высота. Ну вот, однодверный гараж. Нужно уметь заезжать, правильно, чтобы не удариться. Да, здесь, знаешь, полноценная парковка для автобусов, троллейбусов, трамваев. Не напомнила. Вы знаете, в таком шикарном доме я не понимаю, почему сделали именно хозяйскую спальню через такие лабиринты. Лично мне эта арка нравится, и если бы у меня была возможность построить еще один дом, я уже не хочу квадратных, я хочу сделать лично вот такие. Потому что оно как-то напоминает все-таки какую-то Европу. Так, здесь украшает именно эту прихожую, калидор, такой люстра. Как тебе, Михаил? А, нет, я хотела спросить, как тебе дверь? Потому что я подумала, что она заканчивается здесь, но на самом деле здесь окошко сверху, стекло, и дверь заканчивается сверху. Так что дверь здесь хорошей высоты. Согласен. Ну, как вы видите, на первом этаже нету ковролина, только чудесный именно пол. Так что велкам, как говорится, в хозяйскую комнату. Что меня удивило, то, что они поставили здесь камин. Это прекрасно. Да, это еще раз, не один раз повторю, дороговизну этому дому придает наличие каминов. Еще ты знаешь, вот здесь интересный уголок, наверное. Резетка есть? Да, здесь, то есть, ставится, наверное, какой-то письменный стол, и можно сидеть, творить. Компьютер для работы. Сочинять стихи, песни, книги писать. В общем, кто на что способен. Правда, правда. И мне также еще нравятся жалюзи, которые здесь установлены. Они, во-первых, очень хорошее качество. Если бы мы заказали сейчас такие жалюзи на вот этот весь дом, я думаю, 10 тысяч мы бы потратили, если не 13. Посмотрите, как здесь чудесно их можно открыть, легко помыть, легко закрыть, а также классные деревянные, наконец-то, оригинальные окна. Здесь так много разных, конечно, закруток, как их открыть, я не буду. Но если бы вас заинтересовал лично этот дом, звоните, посмотрим еще его раз. Все, пооткрываем. Можешь показать, как жалюзи работают эти? Да, мы просто вот. Если вам нравится, иногда людям почему-то нравится, когда солнышко идет вниз, я лично люблю вот так делать. Хорошо. Дело вкуса, как говорится. Ну и сейчас мы попадаем в одно из прекрасных санузлов. Посмотрите, здесь только бы я поменяла вот эти дверки. Но неужели нет в магазине какого-то другого стандарта? Может, надо же поставить такую фармерскую, как себе, так и узкие двери. Слушай, фермерскую, я думаю, не очень сюда подойдет, потому что стиль у дома все-таки другой. Французская? Да, здесь, наверное, все-таки должны быть какие-то распашные, поэтому здесь предлагается такой вариант. Но ты знаешь, ручки мне очень нравятся в таком виде. Хотя вы увидите мой дом, там будут чуть-чуть другие, но эти прикольные. Здесь что у нас? Здесь у нас тоже интересно. Неужели здесь две сушки и стирки? Что ты думаешь? На первом этаже она здесь, возле хозяйской комнаты. А так интересно, что труба поставлена вверху. Ты знаешь, что здесь сделано? Как в апартаментах. Одна сушка стоит на стирке или стирка на сушке? Вот так вверх нужно ставить. Стаканом таким. Ну просто здесь я не знаю, как их поставить, так как здесь полки есть. Зачем полка так высоко? Зачем? Ну там, наверное, хранятся какие-нибудь новогодние игрушки к праздникам декорации. Может быть и так. Смотрите, какое интересное здесь решение. Не закрыли эту стенку, а ее просто сделали в виде кабинета. Да, дополнительные шкафы для хранения. И слева здесь сразу же мы встречаем гардеробную. Сейчас я вам ее покажу. Здесь уже установлена система хранения гардеробного хорошего размера. Здесь полноценная, можно сказать, комната. Есть место, куда поставить. Есть место, куда сложить, задвинуть, повесить. В общем, гардеробная отличного размера. Ну и давайте, пожалуйста, проходите вместе со мной. Меня удивляет то, что нету зеркал. Ну, а меня не удивляет, знаешь почему? Потому что, возможно, здесь такие красивые зеркала висели. И любимые хозяев, что они их забрали. Ну, лично именно, что здесь мне не нравится, то, что раковина стоит на таб. Я люблю, чтобы она стояла снизу. Но хотя, когда мы путешествуем по разным Европам, там, наверное, такой стиль. Так что все нормально. Но вот кабинеты чуть-чуть порасклеивались. Порасклеивались. Так, все шикарно. Ванна. Вы знаете, что меня очень удивляет, то, что поставили именно эту структуру. Они сделали большой, а ванну поставили чуть поменьше. Ванна лично сама глубока. И это чудесно. Но вот нужно было ее бы сделать для двух людей. Потому что в таком доме... Ну да, кстати, странное решение. Почему этот подиум сделали именно таким огромным, а ванну такая куция получилась. И еще, знаешь, что я вижу здесь, Михаил, вот если бы старшие люди купили дом, как им выходить? Но я сейчас не буду демонстрировать, понимаете? Но вы сами поняли, что я имею в виду. Здесь должна была быть какая-то ступенька. Но в худшем случае купим какой-то стучек из Акии и запрыгнем в ванну. Так что здесь есть также решение и на это. Пожалуйста, пройдите и посмотрите. Душ. Ну, душ, я скажу вам, обычный. Хорошо, что хочешь размер хороший. А так, плитка мне также нравится. Ну, плитка, знаешь, она старомодная, но видно, что чистая. Да, аккуратная. Здесь плюс есть каменька, чтобы можно было сесть, отдохнуть и потереть себе спинку сидя. Ну и, конечно, отдельная зона для вас, любимая. Я знаю, что вы там сильно любите отдыхать. Да, здесь, соответственно, что правильно сделано, за отдельно закрывающейся дверью находится туалет. Михаил, пожалуйста, обрати еще момент. На потолке. Что ты здесь видишь? Я вижу здесь колонки. А что ты здесь не видишь? Мы находимся, я подскажу тебе, в санузле в ванной комнате. Что ты здесь не видишь? Так, в ванной комнате, зеркало, это понятно. Обычно оно должно было быть установлено сверху. Вытяжка. Yes. Ты представляешь, как раньше люди строили такие крутые дома и не сделали вытяжку? Хорошо, что есть настоящие окна, которые можно открыть. Но ты же понимаешь, что человек, купаясь зимой, не будет открывать окна. Купаясь в жару также. Поэтому вытяжка здесь должна быть. Слушай, согласен. Сколько, как ты думаешь, ориентировочно поставить вытяжку? Ну, давай скажем так. Во-первых, нужно позвать человека. Во-вторых, он должен сам заехать купить материалы. В-третьих, мы должны потом закрасить, зашпаклевать. Так что там не только что, знаешь, вырезать и оставить. Ну, я думаю, тысячу долларов мы вложимся. Может быть, 600. Я не уверена. Опять же, здесь не так все страшно, потому что у нас здесь стена выходит на улицу. Я думаю, что это будет легко установить даже сейчас. Друзья, мы вернулись в гостиную. И я хочу показать вам противоположную сторону этого домика. Домика. Да, мины. Посмотри, кстати, здесь уже вход очень высокая дверь. И здесь делали карманную. Здесь, кстати, очень хорошее решение, потому что... Экономит пространство. Если бы вы хотели поселить своих дорогих родителей, или, может быть, ваша сестра приехала в гости. Вы знаете, отдельная территория. Здесь есть санузел. Так что я считаю, вот это придумали. А вот вытяжку в другом санузле что-то не придумали. Ну вот именно про это я говорила. Смотри, потолки высокие, а дверька не очень. Как тебе? Нормально? Нет. Мне не нравится. Нужно было поднять. Да, не нравится. Ну, ты проходишь. Значит, и другие люди пройдут. Комната, на самом деле, чудесного размера. С прекрасным видом на улицу. И на бэкьярд, и на сторону соседей. Шкафчик хорошего размера. Я не буду вам его показывать. Но заглянем в санузел. И, кстати, знаешь, я еще хочу обратить внимание, то, что очень много спотов, видишь, в потолке света. Ты же знаешь, что вот у нас, например, во Флориде иногда вообще нету спальни освещения. Стоит один торшер какой-то, и все. А здесь также есть именно проведена электрика для прекрасной люстры. Ты видишь, там есть такая пластмасска, которую закрыли для инспекции. Потому что если ты провел провод, его нельзя показывать. Он должен был закрытый. Если ты не готов его сейчас использовать, ты можешь это сделать потом. Если вы строите свой дом и не готовы ставить эту люстру или ветрячок сейчас, пожалуйста, сделайте это для будущих покупателей. Потому что при стройке дома это стоит немного. А потом добавлять. Это, опять же, лишние растраты, мусор. Лишнее время тратишь вот на это все. Так что да. Заходите, пожалуйста, в чудесную. Подождите, подождите. Посмотри, какое классное окно. Правда? Ты знаешь, почему его здесь поставили? Если бы я стояла сейчас в этой комнате, я бы не умерла, если бы его не было. Но когда ты смотришь именно на дом снаружи, это придает такой интересный вид. Согласен. И тут вот как раз порчь, крыльцо, которое мы вам в самом начале показывали. Я знаю для чего-то. Это же шпарь здесь проходит. Вдруг где-то друг за другом подглядывают. А с кем же она разговаривает? Нужно посмотреть, да? Да, да, да. Ну и здесь чудесная такая ноша, где мы прячем наш полосос, который идет вместе с домом. Вы представляете, вот эта система стоит недешево, чтобы ее приобрести и установить. А как вы видите, розеточка там. Может, Михаил, открыть и показать эту розетку. Ну, как бы мы знаем, для чего она. Ну, то есть это... Это хорошая система, мне очень нравится. Во-первых, шланг очень длинный. Таких розеток нужно только, может быть, три на этот этаж, и мы все достанем. Идем дальше? Вот, пожалуйста, зайди в целый санузел и покажи. Так, здесь смотрите. Соответственно, тоже еще необходимая раковина. Здесь поверхность. Что у нас предлагается? Очень красивый черный цвет. Нет, я скажу, что это, наверное, обновка. Это гранит или кварт. Или кварт. Смотри, здесь все какие оригинальные, такие классические смесители. Тоже смотрится симпатично. Поворачиваю сейчас, друзья, медленно, чтобы вам было комфортнее смотреть. Камеру с этой стороны, к сожалению, не за отдельно закрывающейся дверью стоит унитаз. Здесь вы видите полотенцедержатель. И вот здесь, открыв дверь, мы с вами попадем в душевую. Душевая шикарного размера, достаточно большая. То есть, если эта комната и ванная используются для гостей, то гости будут жить комфортно. Здесь есть все необходимое для... Для чего? Для того, чтобы вы вышли бодрыми, живыми обратно. И пошли на паре. Для того, чтобы, да, наслаждаться жизнью. И к вам гости будут с удовольствием приезжать, потому что вы предоставляете им замечательное крыло в этом доме. Итак, друзья, и наступило время показать вам второй этаж. Здесь вот эта крутая лестница, такая массивная. Здесь перила, все очень прочное, крепкое. И поднимаемся на второй этаж, где нас ждет Таня. Таня, расскажи, пожалуйста, что здесь? А здесь необычно. Посмотрите, я стою на такой площадке, а сверху у меня уже полы подняты. Так что, если у вас будут детки, вы должны их приучить, чтобы они не падали. Хочу, чтобы вы обратили внимание. На левую сторону от меня будет спальня. И, конечно, давайте, наверное, зайдем в нее. Ну да, кстати, опасные вот эти все. Ступенька на ступеньке, ступенька погоняет. На самом деле, это хорошего размера спальня. Заходи, пожалуйста, покажи материалы. И стиль тот же сам. У нас здесь два шкафа. Так что шкафчики у нас неплохие. Вы видите, они уже все для вас сделаны кастом. Опять же, окна здесь хорошие. Свет также есть. Ну и другой шкаф. И что самое чудесное, что лично мы можем делиться вот именно этим санузлом со своим братиком или сестренкой. Потому что дальше идет также спальня. В которой, на жаль, не включается свет. Да, смотри, здесь на полу тоже, видите, паркет. Он дальше переходит в плитку. И такие... Хорошо переходит, кстати. Мне очень нравится переход. И такие ванны называются в Америке Jack and Jill. Да, Jack and Jill. Это, наверное, два брата или сестра и брат. Jack and Jill. По-моему, это от Шалтай-Болтай. Вот от этой истории. Окей, хорошо. Посмотри, пожалуйста, на эту эрию. И здесь ты увидишь отдельную комнату, чтобы для отдыха. И также есть душ. То есть здесь... Как ванна, знаешь? Душ-ванна. Здесь полноценная ванна. Это просто тебе оттуда кажется, видно, как будто душевая дверка. Вижу, вижу я уже и в ванну. Потому что мне очень нравится то, что здесь нет шторки, а стоит стекло. Ну да, это практично. И здесь за отдельно закрывающейся дверью есть санузел. То есть унитаз установлен. И плюс, что классно, там есть еще и окно. Можно открыть и проветрить эту зону. Да, мне нравится также эта зона. Я люблю, чтобы они были рядышком. Материал именно сверху недорогой. Но очень приятный для глаз. И также хорошо его содержать. И он будет служить вам еще долго. Так что эту сторону я бы не трогала. Никакой ремадулин не делала. Заходи, пожалуйста, в такую же самую комнату, с которой мы вышли. Они прям идентикал, как говорится. Потому что, как вы смотрели с дому, вы видели, что у нас здесь квадратная часть второго этажа. Два окна в одной стороне, два в другой. Там сделали приятную такую зону для урока. Вот вам ребята, где делают в школе домашние задания. Да. Ну, то есть спальни здесь все отличного размера. Они очень большие. Да, здесь небольшой конфуз произошел со светом. Но, естественно, если покупать этот дом, то продавцу сказать, что все это исправили, и они все это сделали. Да, может быть, именно выбил какой-то брейкер в гараже. Так что это не проблема. Вот я сейчас вышла из этой детской комнаты, где мы были. Хочу вам показать вот эту интересную дверь, за которой прячется комната. Посмотри, пожалуйста, опусти камеру. Она полностью... Это какая-то несучая стена. Наверное, какой-то узор, который, знаешь, спереди. Помнишь, там спереди она смотрится? Да, 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 да. Но здесь прекрасное твое окно. Да. Это, знаешь, напоминает мне Нарнию. Я бы точно забросала туда все игрушки и сказала, эта комната даже не должна убираться. Я думаю, детям бы понравилось. То есть такая кладовая получается. Друзья, пишите в комментариях, что бы вы сделали из этой комнаты. Я хочу показать вам, какой открывается здесь вид со второго этажа на гостиную. Надеюсь, камеру сейчас хорошо снимет. В общем, вот такой шикарный, дорогой вид со второго этажа. И пойдем дальше. Давай пойдем дальше. Здесь мы еще должны увидеть одну спальню, одну бонус-комнату. Также есть сан-Ульзил. Ну и мы искали еще одну комнату, где можно стирать и сушить. И я ее нашла. Но сперва заходим в спальню. Как вам такая спальня? Во-первых, как я уже говорила, хочу открыть, потому что больше... Не знаю, будет ли у меня такая возможность. Ребята, так круто! Вау! Я чувствую себя сейчас золушкой. Королевна, я скажу. Выходишь сюда. Так, слуги, где мой завтрак? Гномики попадали. Да-да-да. Гномики, водички хочу. Ой, это самая классная зона в доме. Так. Интересное решение. Это чудесно. Ты видишь, как здесь получается? Что если мы не устанавливаем эти двери и жалюзи, это просто будет как бонус-комната. Но если нам нужна еще одна спальня, вот она вам. Потому что шкафы у нас есть. Опять же, шкафы чудесные. А здесь кто-то жил, кто любил собачек. Посмотри на прекрасные ручки. Ты видишь, такие интересные. Прикольные. Интересно смотрится. И плюс с левой стороны. А здесь, смотрите, тоже как комод установили. Как большой подоконник. Здесь есть место и для хранения внизу. И плюс здесь подушки накидать. Я только хотела про это сказать. Это также моя одна из любимых зон. Именно подушки на комоде. И здесь еще хочу вам показать дополнительное, тоже вполне большая гардеробная. И у этой спальни есть своя ванная комната. То есть прям при выходе из спальни ее можно увидеть. Посмотрите, в этой ванной все есть необходимое. Здесь, посмотрите, как интересно сделали столешницу. Выложили из плитки. Плюс внизу места для хранения предостаточно. Установлена полноценная ванная. Тоже закрывается дверью с матовым стеклом. И при выходе из ванной есть полотенцедержатель. Идем с вами к Татьяне. Я здесь вас жду. Пожалуйста, проходите ко мне через эту приятную арочку. Хочу сказать, что именно в этой части дома у нас есть бонус-комната. Давайте я вам ее покажу. Она прям там, опять же, с прекрасным окном. Мне очень нравится эта тема круглые окна. Да, как-то миленько, очень симпатично смотрится. Ого! Это же прям целый стадион. Места здесь очень много. Посмотрите. Плюс, что, например, редкость. Вторые этажи не всегда делают высокие потолки. А здесь прям потолки впечатляющего размера. Сейчас я пытаюсь открыть эту дверь. Ну, я закрыл, чтобы показать. Задний двор. Ну, хорошо. Задний двор вы увидите немного позднее. Да, на самом деле, это одна из самых прикольных комнат, которая меня когда-нибудь удивила при обзоре всех домов, которых я видела в жизни. Во-первых, размеры. Во-вторых, мне нравится вот эта дверь, которую Михаил хотел открыть. Здесь есть очень много разных шкафчиков. Ребята, если вы любите играть игры, здесь очень хорошо и прятать и книги, и игры. Так что эта комната, это просто, наверное, одна из, опять же, зон, где после пары люди просто приходили, садились, может быть, разговаривали или начинали играть шашки, шахматы. Посмотрите, как здесь чудесно. Я считаю, что это так круто. Но обратите внимание на эту зону. Это точно оказалось как будто где-то в школе. Что же они здесь сделали? Неужели это были их дети, которые нарисовали на плиточках, а родители могли финансово это реализовать в своем доме? Ну, как вы видите, здесь такой старенький rustic style кабинет. Опять же, я думаю, может быть, это мама с папой принесли бабушкины и дедушкины со школы материал. На самом деле, чудесно. Нет, это прикольно. Ковролин, конечно, у нас темного цвета, такого шоколадного, но, вы знаете, для этой комнаты, я считаю, он идет. Любимое мое окно. Еще знаешь, что я хочу сказать? То, что за домом очень хорошо следили. Ковролин в отличном состоянии. Ну, здесь, ты понимаешь, людей были, во-первых, знания, что нужно учить своих детей следить за домом. И у них были финансы, чтобы содержать эту чистоту. Ну, и еще, как же в этом доме без кинотеатра? Так что здесь есть и колонки, хватает света, разные прожекторы и, самое главное, прикольный скрин. То есть здесь экран устанавливан. Ну да, слушай, классная зона. Она еще в таком уголке далеко находится. Прям с удовольствием здесь был с компанией, с друзьями, со всей семьей смотрел фильмы. Посмотрите, вон там я сейчас вам показываю. Конечно, сейчас во всей Америке полным ходом украшают дома. Да уже многие украсили. Ты, кстати, украсила? Я, ты знаешь, я же не знала, в каком я доме еще останусь. Поэтому я не так сильно украшала ни прошлый год, ни этот. Но, надеюсь, в следующий раз я уже определюсь и точно украшу, как вот их соседи. Я повесила веночки. Мне очень нравятся на окнах и на дверях венки. Так что, да? Смотри. Посмотри, что это? Ой, не знаю. Зачем это открыть? Телевизор, во-первых, там не помещается. Опять же, игры складывать не надо. Это очень трудно открывать. Именно если бы у меня были дети 8 лет, я бы переживала, чтобы это не упало на их. Тем более, оно вижно магнитит. Эта доска настоящая. А может, это открывается, здесь стул ставится, и это превращается в рабочую зону. Правильно, тоже хорошая идея. Видишь? Как вариант. Вот, посмотрите, где Татьяна стоит. Здесь размещаются кресла-диваны. Резетка, если вам нужно еще что-то подключить. Так что все продумано. Полноценный классный кинотеатр. Позади меня находится вот эта чудесная комната, о которой мы стояли и размышляли, для чего это или это. Это кинотеатр. И здесь выход второй из кухни на второй этаж. Так что в этом доме есть два подъема. А я считаю, что это большой бонус, большой плюс, потому что вот добавить такую именно лестницу, это уже невозможно, когда мы сделали именно конструкции дома. И хотела бы еще, чтобы вы обратили внимание на эту сторону комнаты. А здесь чудеснейший размер именно для сушки и стирки. Посмотрите, во-первых, они стоят в правильном месте, друг возле друга. Во-вторых, у нас есть раковина и очень много кабинетов. Если вы не любитель ходить каждый день покупать там разные порошки, бумаги, вот, накупился, раз в три месяца поставил, и у тебя все есть. Я считаю, что эта комната крутая. А также именно маленькая деталь, на которую я не буду открывать, это, скорее всего, гладильная доска. Слушай, ну классно сделали. Недалеко от спали находится постирочная. Детки оттуда могут принести сюда, а мама все с папой постирают. Правильно. Ну и пришло время показать вам шикарный задний двор. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на три французских двери. Это мой вкус. И я очень рада, что у кого-то также есть такой вкус. И надеюсь, вам это понравится. Опять же, очень большая площадка. Здесь точно можно разместить много именно мебели, а также разных других грилев. Если вам нравится готовить на улице, а мясо нужно только готовить на улице, это площадка для вас. А что бы ты сделал здесь? Слушай, ну, конечно же, я в первую очередь бы установил здесь летнюю кухню, потому что здесь зона с навесом. Очень все красиво смотрится. Правда, не пойму, куда. Столбы мои. Уже полюбила почему-то ее столбы. Да, да, да. На улице точно. Это, ну, сто процентов колонны, они делают дом богаче, красивее. То есть смотрится роскошно. Люстры такие шикарные, хотя они в старовином виде, но они здесь очень подходят. И также я считаю, что вот эти большие окна, это чудесное решение. Ребята, если вы хотели увидеть деревянные окна, вот они вам. А открываются они как европейские. Нужно так накручивать, и они откроются. Мне также нравится, как выложен этот кирпич, потому что, вы знаете, есть много разных узоров, как его можно вылаживать. А здесь его установили классно, и я не вижу никаких проблем. Еще знаешь, на что я хочу обратить внимание? Сейчас вот отхожу назад и зрителям показываю, как дом выглядит не только красиво с передней части, но и с задней. Вы только посмотрите. Очень оригинально, симпатично. В общем, такой, знаешь, какой-то английский стиль. Михаил, я не знаю, ли ты до конца осознаешь, но мы находимся в каком-то ботаническом саду, как будто далеко от города. На самом деле мы так близко ко всем магазинам. Это просто... Да, согласен, ты как будто за городом находишься, а тут на самом деле в центре. И плюс, конечно, здесь лот, это просто мечта садовода. Это мечта любого человека. Ну, есть, конечно, люди, которым не нужно так много ни земли, ни больших домов, только маленькая квартирка, знаете, кофе, газетка. Но вот это все-таки дает жесть. Мне это очень нравится. И заметьте, что именно на этом участке стоит прекраснейший железный забор. Вы знаете, в таких дорогих сабдевижнах, как этот, заборы не разрешают ставить деревянные или белопластмассовые, хотя они также чудесные. Но потому что, ну, как бы здесь не стыдно, говорится, показать и свой дом, и посмотреть на соседа. А также все-таки соседи очень далеко. Именно на этой территории можно поставить детскую площадку и батут, и даже установить бассейн, потому что лично здесь есть где разгуляться. И еще хочу тебя дополнить. Ты вот сказала сейчас про забор. Я его и не видел, потому что здесь живая зеленая изгородь. И смотрится это, конечно, просто шикарно. И давай посмотрим, вот с этой стороны установлены кондиционеры, кстати. Да, стоит он в правильном месте. Мне очень нравится. Я бы сказала, что они еще в хорошем состоянии. Наверное, оригинальные, но это не проблема. Они работают, но мне самое большее, что нравятся вот эти шаттеры. Мне кажется, что я сейчас нахожусь в каком-то крутом ресторане на пятом этаже. Слушай, ну да, согласен. Бакьяр здесь, как говорится, зачетный. Поэтому ставим ему твердую пятерку из пяти. Это один из моих любимых домов. Итак, вот и подошел этот большой выпуск к концу. Надеюсь, вам было не скучно, интересно, потому что Таня нашла потрясающий, я считаю, дом. Как шедевр, как произведение искусства. Здесь действительно как в музее находишься. Сделан из качественных материалов. Просторы здесь шикарные. В общем, интересное предложение есть в этом районе. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за то, что ты помог мне снять этот чудесный дом в английском стиле. У меня очень чудесное настроение, потому что я любитель таких домов. Вы знаете, я бы и сама сюда переселилась. Хотя я не любитель классической кухни, но качество здесь присутствует. Дорогие мои зрители, спасибо большое вам за то, что вы со мной, за то, что вы посмотрели это видео до конца. И, надеюсь, оно вам понравилось. Пожалуйста, пишите, комментируйте, дайте мне знать, что вы думаете о таких домах. Если вы заинтересовались Южным штатом Каролины, пожалуйста, наберите меня. И я буду рада ответить на все ваши вопросы. Спасибо тебе, Таня. Да, друзья, давайте активнее в комментариях поддержим Татьяну. Хотя я тебе хочу сказать, у тебя и так замечательные, активные зрители, которые тебя многие поддерживают. Пишут очень много добрых, хороших слов. Что очень ценно. И, конечно же, друзья, это мотивирует всех снимать больше, больше удивлять вас. Ну и в целом, конечно же, поднимает настроение, как ты любишь говорить. Да, и, конечно, я не заканчиваю на этом видео. Будет выходить еще прекрасное видео. Так что, пожалуйста, не забудьте нажать кнопочку subscribe, потому что вы первые сможете увидеть следующее прекрасное видео. А как вы видите, я стараюсь находить не просто дома, но, как Михаил сказал, произведение искусства. Спасибо большое. До скорой встречи. Пожелаем всем дом. И пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока.